Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат» в студии Юлия Север. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Этот телефон вам пригодится для того, чтобы стать участниками нашего эфира, задать свои вопросы, ну и, конечно же, стать обладателями наших призов. Совсем скоро разыграем очень интересные подарки. Какие? Дождитесь. Ну, буквально минут через 10, я думаю, вы все узнаете. Итак, знаете ли вы, что во время футбольного матча в Бразилии ветер снес группу парашютистов на футбольное поле? Один из парашютистов упал на вратаря в тот момент, когда голкипер готовился овладеть мячом. В результате мяч оказался все-таки в воротах, и судья, невзирая на протесты проигравшей команды, гол засчитал, объявив падение парашютиста вмешательством высшей силы. Вот такой интересный факт о футболе. Не зря я заговорила именно об этом виде спорта, ведь сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день футбола. Как раз сегодня в студии у нас настоящие футболисты, настоящие знатоки этого спорта. Если уж, может быть, и не особо хорошие игроки, то, по крайней мере, любители уж точно такого зрелищного вида спорта, как футбол. Если и вы любите футбол, присоединяйтесь, 202-11-22, звоните, ну, расскажите нам, как ваша судьба связана с этим видом спорта, как вы ожидаете, конечно, чемпионата мира по футболу, который и Самара примет. Я думаю, для Самары, для всех нас это особое важное, трепетное событие, которое мы уже, ну, отчитываем буквально по денькам. Готовимся. Так, давайте буду представлять наших сегодняшних гостей. Это у нас члены народного клуба, футбольного клуба «Самара». По имену представлю всех. Дальний от меня Андрей Седогин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Чуть поближе Иван Макаров. Здравствуйте. Ну и совсем рядышком расположился Александр Балон. Да? Верно. Все. Всех верно назвала, никого не перепутала. Так, ну, первый вопрос, конечно, будет связан с вашим футбольным клубом «Клуб Самара». Как давно существует? Что за клуб? Кому уже известен, кому нет? Ну, давайте такая предыстория о вашем клубе. Кто возьмется? Наш клуб, если так можно сказать, существует с этого года. То есть в этом году Евгений Морозов, наш, скажем так, общий друг, товарищ, который является спортивным юристом Российского футбольного союза, он уроженец «Самары», придумал эту идею. И идея состоит именно в том, что народ является самой главной составляющей в управлении и создании этого футбольного клуба. Что мы, скажем так, в нашей стране, ну, не можем пока наблюдать таких примеров. Вот. И после того, как Евгений эту идею вынашивал, пообщался со своим близким окружением, пригласил меня в этот проект, и уже вместе с ним мы стали рассказывать об этом проекте футбольной общественности «Самары». Вот. И вот Андрей, Александр — это как раз плоды нашей работы, если так можно сказать. Ну, Андрея я уже знаю очень давно по сотрудничеству в организации любительских турниров, так как, ну, мы уже не первый год именно в любительском футболе работаем. Вот. С Александром познакомился совсем недавно, но весь смысл в том, что футбольный клуб — это не клуб друзей, а именно клуб активных людей, которые будут развивать команду и вести ее к вершинам нашего российского футбола. То есть у вас не будет директора клуба, да, какого-то там руководителя клуба, у вас все-таки будет, ну, так, с помощью всех, да? Ну, если правильно говорить, то, конечно, руководитель будет, но руководитель будет избран членами футбольного. Да, народом. Потому что весь смысл теряется, если мы будем в этом футбольном клубе иметь верхушку, грубо говоря, и, скажем так, низы. Такого не будет. То есть все должно быть равноценно, и каждый участник должен чувствовать, что он принимает решения, он приходит на собрание, высказывает какие-то свои пожелания, идеи, выбирает стратегию развития. В этом году образовался клуб. Ну, уже за этот год, уже за этот период, что смогли сделать вообще? Притянули ли народ? Футбол-то любят в Самаре в итоге, как оказалось по-вашему. Андрей, народ потянулся? На этот момент уже членами клуба официально стали 15 человек, и уже на подхвате, так сказать, у нас еще человек 10 изъявили желание, дали принципиальное согласие стать членами футбольного клуба. Идея людей очень заинтересовала, конечно, потому что проект действительно уникальный, таких примеров во всем мире насчитываются буквально единицы, но все равно наш такой менталитет в том, что люди ждут уже каких-то осязаемых результатов, и только тогда, наверное, пойдет основная масса желающих к нам присоединиться. В частности, уже достигнута договоренность о строительстве стадиона. На этом стадионе наша команда будет как раз выступать, начнет выступление в третьем дивизионе, там же будут проходить наши тренировки. Ну и, наверное, как раз-таки стадион станет той отправной точкой, когда к нам реально будут присоединяться просто толпы народа, желающие стать членами футбольного клуба «Самара». Слушайте, ну это интересно. То есть, в принципе, это не просто идея строительства стадиона, это уже что-то такое более-менее близкое к действительности, к реальности, так? Понимаю. Да, ну потому что без стадиона футбольный клуб не может существовать, потому что раз этот футбольный клуб народный, соответственно, мы будем пытаться финансирование, ну именно траты какие-то, там, я не знаю, на поездки, на аренду стадиона, первое время их будет необходимо сокращать. Потому что здесь действительно будет считаться каждая копейка. Что очень важно, наша цель, чтобы в нашем футбольном клубе играли не приглашенные какие-то люди, не легионеры, ну не люди из каких-то других регионов России, а именно наша самарская молодежь, наши самарские ребята. Тем самым как бы решится вопрос, ну уберем вот необходимость этого трамплина между детской и юношеской школой и профессиональным футболом. Потому что сейчас вот такая проблема существует. Люди обучаются в школах, в академиях, не все могут попасть, не все могут попробовать свои силы на профессиональном уровне. Здесь все-таки есть такая возможность будет существовать. Хорошо. К Александру хочу обратиться. Ну вообще вы-то как замешались в этой всей истории? Как давно с футболом живете, грезите, не знаю, как болельщик, как игрок? Ну футболом я увлекаюсь уже более 15 лет, то есть можно сказать с маленького возраста. Вот. Попал в этот клуб я, посмотрев один сюжет на телевидении. Там как раз был Иван Макаров, Евгений Морозов. Заинтересовало, подумал, почему бы и нет, можно попробовать. Тем более моя была мечта работать в футбольном клубе, попасть в футбол. Вот. Ну привлекло амбиционность проекта, перспективы. Ну вообще, сделать что-то полезное для самарского футбола и спорта в целом. Угу. Что ж, я предлагаю вам, ну и нам, и всем, и телезрителям, конечно, нашим, посмотреть сюжет о Международном Дне Футболе, как вообще футбол любят в нашей стране, в нашем городе. Вы сегодня-то праздник ощущаете? Либо вот только здесь, в студии буквально узнали, что сегодня такой замечательный день для вас? Конечно, для нас это большой праздник. Насколько я знаю, сегодня наступил такой ключевой момент подготовки чемпионата мира в 2018 году в Самаре. То есть открыли центр подготовки волонтеров. То есть это люди, которые как раз будут делать этот футбольный праздник, которым мы все так ждем. Угу. Иван, знали ли о празднике? Я о празднике знал, но такую атмосферу почувствовал, наверное, именно в этой студии. Ну это замечательно. Можно спешу все-таки немножко на нас, на телеканал Самарагисту, что в этом будет наша заслуга. Хорошо? Так, ну и Александр, вообще знали ли? Отмечали? В календаре отмечен? Нет, если честно. Нет. Ну что ж, знайте, если вы 15 лет увлекаетесь этим видом спорта, я думаю, можно вас поздравлять с этим днем, с народным днем футбола. Так, смотрим сюжет и возвращаемся в студию, узнаем много чего интересного. Золотой век советского футбола связывают с именем легендарного вратаря Льва Яшина. Он и сегодня уверенно лидирует во всех опросах общественного мнения, кто лучший галкипер всех времен и народов. Чемпион Европы 60-го года, олимпийский чемпион 56-го, единственный вратарь, получивший награду – золотой мяч. Когда на мировых аренах наш футбол все-таки звучал, да, и легендарный Лев Яшин, о котором говорили не только в СССР, не только в России, а во всем мире, да, и даже, ну, те, скажем так, уникальные прозвища, которые ему давали, да, одно из них – Черный паук. Со звездами футбола 60-х ветерану «Крыльев советов» Валериану Панфилову сыграть не удалось. Он забивал мячи 20 лет спустя, но и тогда игра сильно отличалась от современной версии. Я вот до сих пор удивляюсь. У нас, когда мы играли, у нас Толя Блохин, вратарь, он с рук, с линии штрафной, выбивал мяч, он долетал, но вот до радиуса на половине поля соперника. А сейчас я вот вижу, просто вратари, когда выбивают с рук, они могут от линии штрафной добить до другой штрафной. Футбол сейчас другой, отмечают специалисты. Быстрый, техничный, роли игроков на поле стали универсальными. Сейчас уже как-то нивелируются такие понятия, как защитник, полузащитник, даже вратарь выиграет нояр, он исполняет полевого игрока. Уже как-то это все, ну какой-то футбол, во-первых, очень быстрый стал. Это все, и мячи быстрые стали, и быстрее думают на поле. Универсализация сплошная идет, и сейчас уже нет такого распределения, там, амплуа. Мне больше нравился более романтический прошлый футбол, когда вратарь был вратарь, которого дело было ловить мячи. А еще сегодня футбол превратился в большой бизнес. Многомиллионные контракты игроков и тренеров, съемки в рекламе, участие в телешоу. В советском футболе о таком даже и не мечтали. На первый план у них выходило попасть в основной состав, попасть там в заявку на игру. А дети, сейчас номера раздают, а раньше просто была битва, дрались, чтобы попасть в первый по одиннадцатый номер. Вот это было достижение. Если ты уже там тринадцатый, четырнадцатый, ты в запасе. А если ты выиграл уже там пятый, шестой, то это уже большая заслуга была. Голкипер Виктор Гаус играл за крылья Совета в восемь сезонов. Из более чем двухсот матчей за профсоюзную команду ему запомнилась кубковая игра с московским «Торпедо». Очень удачно этот кубок прошел. Мы и «Шахтера» обыграли, и «Торпедо» в Москве. Мы их обыграли три мяча. Филиппов забил три мяча, я пенальти отбил. Такой памятный момент. Были все очень рады. Как бы ни менялся футбол, но интерес к нему болельщиков во всем мире только растет. Национальные чемпионаты и розыгрыши Кубка мира продолжают собирать многомиллионную аудиторию у телеэкранов. А любите ли вы футбол? 202.11.22. Расскажите нам, пожалуйста, о своем отношении к этому виду спорта. Ну и, конечно же, сегодня разыгрываем мы замечательные призы. Первый наш подарок – это билеты на шоу Майкла Джексона, который состоится в АДО. Уже сегодня нигде нет билетов практически, точнее, уже завтра, 11 декабря, нигде нет билетов, только у нас остался один билетик на двоих. Поэтому спешите и отвечайте на наш вопрос. Конечно же, связан он с футболом. Звучит следующим образом. Этот английский футболист, кроме выдающейся техники, прославился рыцарским поведением, не получив за всю карьеру ни одного предупреждения. Именно ему впервые в истории был вручен золотой мяч. 202-11-22, отвечайте на мой вопрос, назовите имя, фамилию этого легендарного игрока и получите два билета на шоу Майкла Джексон, который состоится завтра в АДО. Что ж, ну а я давайте вас немножечко еще помучу. Стартовал ваш проект, благо, удачно, уже, в принципе, есть какие-то результаты. Впереди есть действительно много планов, которые, надеюсь, осуществятся и реализуются. Ну, необходимым, понимаем, народ. В любом случае, для народного клуба нужен, собственно говоря, потенциал. Как стать участником клуба, как стать членом клуба, ну и игроком, потому что играть кто-то за вас должен. Какие-то, не знаю, критерии, отбор, либо только желание важно. Расскажите нам, пожалуйста. На самом деле, на первом месте это, конечно же, желание. То есть, если человек хочет прийти в этот народный клуб, помочь ему в становлении, то никаких преград этому человеку строиться не будут. То есть, не нужно быть никаким общественным деятелем, не нужно хорошо играть в футбол, не нужно иметь опыт руководства футбольным клубом. Нужно просто найти, наверное, наш официальный сайт или страничку ВКонтакте, группу ВКонтакте, выйти на нас, на любого, причем из членов клуба, то есть не обязательно там конкретно на меня или конкретно на Евгения Морозова. И мы этого человека пригласим. Естественно, мы приглашаем всех любителей футбола, кому не безразлична судьба нашего самарского футбола, кто хочет видеть самарских ребят в этой команде, мы приглашаем в наш проект. И вот на данный момент самое главное для нас, это, конечно же, новые люди, свежий глоток, потому что 15-20 человек не справятся с управлением такого громадного, масштабного проекта. Так, ну мне остается добавить только то, что обязательно сделаем репост в нашей группе ВКонтакте в универсальном формате, поэтому смотрите, ищите там информацию, ну, ребят, быть может, будет удобнее выйти через нас. А у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Екатерина. Екатерина. Ну, очень приятно, что девушка дозвонилась к нам по футбольной теме. Вы вообще как, футбол любите, играете, либо болеете? Я не люблю, не играю, не болею. Не любите, не играете, не болеете, но историю знаете? Футбола. У меня просто есть друзья, которые очень увлекаются футболом. Поэтому все на слуху. Хорошо, давайте с вами попытаемся ответить на мой вопрос. Этот английский футболист, кроме выдающейся техники, прославился рыцарским поведением, не получив за всю карьеру ни одного предупреждения. Именно ему впервые в истории был вручен золотой мяч. Ну, кто? Вот прям так сложно ответить, да? Конечно, а вы что думали? А вариантов ответов нет? Вариантов ответов нет. Может, еще раз вопрос прочитать? Давайте. Этот английский футболист, кроме выдающейся техники, прославился рыцарским поведением, не получив за всю карьеру ни одного предупреждения. Именно ему впервые в истории был вручен золотой мяч. Ну, смотрите, золотой мяч у него есть. Из Англии. Давайте, смотрите. Кто может быть? Ну, у меня, возможно, я предполагаю... Вот так вот. Не знаю, что это. То ли техника у нас не сработала, то ли телезритель побоялся свой вариант ответа. Ну, на самом интересном месте, как всегда. Вот так вот. Что ж, звоните, вопрос видите на своих экранах периодически, смотрите, читайте, ну и, быть может, не знаю, в интернете поищите. Но я думаю, там-то уж точно что-то найдется. Так, хорошо. Как попасть, понятно. Не знаю, какие-то тренировки ежедневные. Либо еще пока не утвердилось расписание. Я хочу добавить то, что мы ищем, естественно, не только членов футбольного клуба, но и, собственно, людей, которые будут выступать за нашу команду, прославлять ее в российской футбольной истории. И приблизительно в январе следующего года мы начнем уже просмотр игроков. То есть любой, кто видит в себе силы выступать в третьем дивизионе, ну и, соответственно, уровнем выше, может прийти на просмотр и показать все, на что он способен. И, возможно, главный тренер нашей команды обратит на него внимание и возьмет в состав нашего футбольного клуба. Таким образом, любой может исполнить свою мечту. То есть кто-то мечтает стать владельцем футбольного клуба, для этого нужно стать членом футбольного клуба и принимать участие во всех решениях. Если кто-то мечтал стать профессиональным футболистом, получить золотой мяч, как вот этот вот неназванный футболист, то надо просто прийти к нам на просмотр. И все, получится. Хорошо, то есть я так понимаю, что вот, январь не за горами, уже стоит подумать, кто бы хотел себя просветить, я не знаю, в качестве спортсмена Самарского, и быть может там, дальше, где-нибудь, куда-нибудь уже и поехать. Хорошо, какой возраст? Либо нет ограничений? Возраст у игроков? Ну, я думаю, что с 16, примерно лет, с 16 лет. Естественно, если есть ребята, которые моложе, но уровень... Талантливые. Талантливые, мы, конечно, их будем смотреть. И здесь еще стоит отметить, что будет у клуба своя академия. То есть если будут ребята, которые на подходе к 16, к 15, к 17 годам, мы их в свою футбольную школу будем забирать, тренер будет их смотреть. То есть никаких, опять же, преград не будет в зависимости от того, там, 13 лет человеку или 18 лет человеку. Все индивидуально, поэтому, дорогие телезрители, обратите на это внимание, и родители, обратите внимание, если ваш ребенок хочет стать великим футболистом, то, быть может, это как раз та самая возможность. Смотрите, обращайтесь к ребятам в нашу группу ВКонтакте, пожалуйста, который мы сделаем обязательно репост, ну, а там уже дальше, ну, судьба, и тренер вам подскажет. Что ж, у нас есть звонок очередной, давайте попытаемся узнать от нашего телезрителя, увлекается ли он футболом. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, это снова я. А, это снова вы. Хорошо, ну, у вас все уже узнали. Давайте тогда ваш вариант ответа. Ну, у вас тогда ответа, что это футбол Мортик. Ага, ну, слушайте, это замечательно, не знаю, то ли технический какой-то сбой вам позволил посмотреть ответ, то ли, быть может, он у вас уже всегда был в уме где-то. Это действительно так. Свой последний матч в возрасте 50 лет он сыграл, забил последний гол, и вскоре королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул. Титул. Это первый футболист, ставший сэром. Вот представляете, какая история интересная. Я вас поздравляю, билеты на шоу Майкла Джексона достаются вам, завтра отправляетесь вы в АДО. Человека самого любимого, самого дорогого, близкого берите с собой, ну, и приятного вам просмотра. Так, пару слов буквально о предстоящем событии, которое ждет в 2018 году, ну, не только Самару, вообще, нашу страну. Ну, Самара готовится особенно. Очень приятно, что Самара принимает этот чемпионат. Даже для меня, человеку далекому от футбола, мне лично очень приятно. Мне лично, действительно, прям вот гордо за свой город, за свою страну. Вас какие чувства переполняет, Александр? Ну, во-первых, это хорошо, что именно Самаре будет чемпионат мира по футболу. Это будут новые дороги строиться. То есть вы еще благополучие города рассматриваете? Да, конечно, в первую очередь. Будут удобно, развязки транспортные, стадион. Будет один из лучших в России, куда приедут лучшие игроки. Ну, и попробую попасть. Попробуйте попасть в качестве болельщика. Слушайте, это замечательно. У вас какие чувства? Уже ожидаете? Я уже был на событиях такого масштаба, это на Олимпийских играх 2014 года. Слушайте, вы везунчик, вы молодец. Да, я туда ездил в качестве спортивного журналиста. Я там работал все время от самого начала до самого конца. Посетил более 30 соревнований. Причем всегда был на самых ключевых моментах, всегда был на финалах, всегда были самые лучшие места. Я могу сказать, что Олимпийский Сочи – это для меня образ идеального города, к которому должна стремиться Самара. То есть, когда на улицах Сочи была Олимпиада, то это идеальное благоустройство. Ровные дороги, опять же. Потом дружелюбные люди, которые все улыбаются, все с удовольствием общаются, даже с незнакомыми людьми. Много иностранцев, которые тоже с удовольствием вступают в диалог и очень уважают, так сказать, хозяев Олимпиады. Абсолютная безопасность, опять-таки. Вот мне кажется, то, что Самара в 2018 году может приблизиться к этому идеалу, и для нас это большая радость. Ну и, конечно, радует то, что многие люди, которые иначе не могли бы попасть на чемпионат мира, смогут это сделать, потому что он будет проходить у них дома. Потому что они будут жить здесь. Даже если кто-то не сможет купить билеты на футбольный матч, в любом случае в Самаре будут фан-зоны, на которых можно ощутить всю атмосферу этого футбольного праздника. Там также будут сотни тысяч людей, будут те же иностранцы, болельщики со всего мира. Мне кажется, да, даже просто сидя дома, ты будешь ощущать какую-то такую непередаваемую атмосферу. А чемпионат не обойдет никого от страны. Иван, согласен со мной? Да, согласен, но вот что касается меня, времени на ожидание чемпионата мира, его не остается вот в рутине будней, и как бы это где-то там сидит в голове, а когда это будет, пока еще не так сильно ощущается. Я думаю, вот прямо перед чемпионатом мира, когда уже приедут к нам команды, приедут болельщики, это будет наиболее сильно ощущаться атмосфера футбола, праздника будет. Что касается всего вот этого масштабного мероприятия, меня, конечно, больше волнует то, что будет после чемпионата мира, потому что мы жители этого города, чемпионат мира пройдет, а мы останемся здесь жить. Конечно, хочется, чтобы наша Самара изменилась, изменилась в лучшую сторону. К лучшему, но и после чемпионата она осталась тоже лучшей. Это как после Нового года. Знаете, действительно, все ждут Новый год, хотят, чтобы он прошел шумно, весело, замечательно, но и после хотят, чтобы все было чисто и аккуратно. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Что ж, мы свой отчет до Мондиали начали за тысячу дней. Сегодня с Сергеем Кизоркиным почитали, что 916 дней уже остается, но давайте вспомним тот замечательный сюжет, который был снят как раз за тысячу дней до Мондиали. Самара такого еще не видела. В губернской столице проходит грандиозный футбольный матч. На набережной Волги, на мини-футбольном поле встретились две команды с символическими для Самары названиями. Ракета. Потому что Самара, столица космическая, здесь производят ракеты-носители типа «Союз». В свое время собирали первый космический корабль «Восток» и первые космонавты, которые возвращались на Землю. Первые дни тоже отдыхали в Куйбышеве. Еще одна команда «Ладья». Это еще один из символов мегаполиса. Монументальное сооружение находится на третьей очереди набережной. Грандиозность событий заключается еще и в том, что игра, которая длится 90 минут, сейчас будет длиться 1000 минут. Потому что до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года в России осталось 1000 дней. Еще одна удивительная деталь встречи. Будет всего лишь один тайм, а не классических два. То есть перерыв не предусмотрен. Это наоборот классно, потому что ты вышел и сразу должен доказывать, что ты можешь. То есть следующие игроки не должны подвести. То есть не от тебя только зависит, а зависит от людей, которые еще дальше будут продолжать ходить. Самому юному игроку 8 лет, ветерану за 40. За 16 с лишним часов мастерство покажут 400 спортсменов. Каким будет счет, пока неизвестно. Но по футбольным меркам, конечно, космическим. Играем в удовольствие. Зачем по счету? Просто играем в удовольствие без травм, без всего. То есть чисто для удовольствия и для города. Чтобы сделать, наверное, рекорд. Футбольный праздник продолжается в музее Самары Космическая. Почта России гасит марки, посвященные чемпионату. Коллекционных серий будет 4. Они посвящены мировому первенству и футболистам. И главный сюрприз встречи – жители области поздравили космонавты. Сергей Волков, Олег Каноненко и Михаил Корниенко. Прямо с МКС. Самара – один из космических городов России. Стало таким же городом, где состоится матч финальной серии футбольного праздника. От всей души поздравляем всех жителей Самары и Самарской области с возможностью оказаться в самом сердце чемпионата. Почувствуйте его энергетику, стать свидетелем напряженной спортивной борьбы. Подготовка к футбольному чемпионату не останавливается ни на один день. Точно по графику строится арена «Космос». Стали строительства достаточно продвинутые. Мы первыми из вновь строящихся стадионов прошли государственную экспертизу. Уже от лет четвертый уровень. Уже становится видно Волгу с монолитного каркаса. В Самаре ремонтируются дороги, закупается современный общественный транспорт, разрабатываются туристические маршруты. Приводятся в порядок фасады зданий. Центральная часть города уже заставлена лесами строительными. В этом году будет завершена реставрация 27 объектов историко-культурного наследия. Еще по 101 объекту в этом году будет разработана научно-проектная документация. То есть мы рассчитываем, что в следующем году масштабы проведения реставрационных работ значительно вырастут. Встречи самарских журналистов с городскими чиновниками продолжаются уже в неформальной обстановке. На матче, где один тайм в одну тысячу минут. Сборная журналистов неуверенно начинает игру. Чего нельзя сказать об организаторах самарского этапа Мундиали. Они побеждают со счетом 98-86. Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые. Такого доверия в свое время не заслужил даже Советский Союз. Чаще всего по два раза Мундиаль принимали у себя Бразилия, Германия, Франция, Италия и Мексика. Первый Кубок мира разыграли в Уругвайе в 1930 году. Истафету от России примет Катар. В одном польском городе состоялся довольно любопытный матч, привлекший множество зрителей. Репортеры местных газет встречались с командой полностью уплептованной одной семьи, сыновьями Каменщика. Из-за 11 парней, которым в возрасте было от 15 до 28 лет, конечно же, они не победили. Но, мне кажется, такая команда действительно вызвала очень много интересных эмоций. И, конечно же, все приветствовали создателей этой команды. У нас игроки, ну, не из одной семьи, но, я думаю, из одной футбольной, по крайней мере, семьи уж точно. Итак, давайте я вам буду представлять. Рядышком со мной расположился Семен Митрофанов, игрок Народного клуба «Самара». Здравствуйте. Здравствуйте. Следом идет Дамир Рафиков. Здравствуйте. Рафиков, извините, пожалуйста. Игорь Харитонов. Здравствуйте. Ну, все игроки, все, так понимаю, поддерживают, представляют футбольный клуб «Самара». Но хочу задать вам вопрос, как давно все-таки футбол-то с вами именно? «Самара» образовалась, я имею в виду, как футбольный клуб в этом году. В этом ли году вы начали свою футбольную карьеру или нет? Семен? Ну, свою футбольную карьеру я начал еще в детстве, с юного возраста, с пяти лет. Занимался в детской школе, вот. Дальше пошел по карьерной лестнице, но, к сожалению, потом не сложилось, ну, ввиду каких-то обстоятельств. Но все равно продолжаю заниматься футболом, не бросаю свое любимое дело. И тренируюсь почти каждый день. Во дворе, дома, не знаю, разбиваете все зеркала? Ну, зеркала я разбивал в детстве. Было такое? Да. Ну, занимаюсь, естественно, в клубе, и на улице, и дома, то есть даже в такой погоде. А амплуа какое футбольное? Полузащитник. Полузащитник, хорошо. Так, давайте разбираться с Дамиром. Дамир, как давно вы с футболом на «ты»? Тоже в возрасте с пяти лет. Начал уже заниматься. Сначала во дворе начал играть. Ну, как все, наверное, российские мальчишки. Папа заметил то, что я с мячиком не расстаюсь. То есть утром выхожу, вечером прихожу. И все это время я играл в футбол на любых площадках. И там перед подъездом, где бабушки обычно на лавочках сидят и на полях на каких-то. И отвел он меня в команду «Восход». С нее я начал. С 92-м годом начал заниматься. Ну, с ребятами, которые старше меня на три года. И вот это мне, наверное, дало какой-то такой толчок. Необходимо было тянуться, я так понимаю. Да, необходимо было тянуться. С ним я потренировался целый год. И после этого уже, когда я начал с ровесниками играть, мне было легче намного. И я не знаю, видимо, это как-то мне помогло дойти, ну, стать хорошим футболистом. Хороший. Оценивать себя так. Не, ну я понимаю, ничего в этом такого плохого нет, когда как-то понимаешь свои успехи, свои достижения. Это хорошо. Ну, не только вы, я так понимаю, замечаете успехи и достижения, ваши коллеги, не знаю, тренеры и так далее, да. В конце концов, вы поддерживаете сейчас народный клуб Самары, это уже хорошо. Игорь, ну и ваша небольшая автобиография, давайте, футбольная. Я сам родом не из Самары и начинал не в Самаре, начинал у себя, село Исаклы. Вот, просто проходил, увидел, как ребята играют в футбол, и мне захотелось тоже играть. Записался в секцию, начал играть. Играл там с 9 лет, вот, потом закончил 11 классов, переехал в Самару и здесь продолжил свою карьеру. Ну, у всех история, в принципе, примерно одна и та же. В детстве увлекло, потом, быть может, какие-то были прерывы, но в итоге понимаешь, что любовь, она к какому-то виду спорта остается в качестве игрока. Это замечательно. Так, давайте задам вопрос для наших телезрителей, а после вернусь к вам. Вопрос вам подарит билет на концерт Евгения Дятло, который состоится в филармонии 13 декабря. Что ж, звучит он следующим образом. Этого великого бразильца звали Эдсон Авантиз Ду Насименту. О, боже ты мой. За сборную своей страны он провел 92 матча и забил 77 голов. Неоднократно признавался лучшим футболистом в истории. Но, я думаю, вопрос элементарный, с этим бы даже наверняка справилась бы я, если бы мне задали такой вопрос. 202.11.22, билеты на концерт Евгения Дятлова достанутся именно тому, кто быстрее всего ответит на мой, ну, несложный вопрос. Я к вам обращаюсь, как давно узнали о команде Самара, как вообще с ней-то стали сотрудничать, почему? Были ли уже какие-то игры, не знаю. Да, игры у нас были. Лично я с ребятами познакомился в смотровом матче, куда пригласил Евгений Морозов, непосредственно организатора этой команды, этой идеи. Там мы себя, наверное, показали, проявили, и поэтому мы уже приглашены в этот футбольный клуб. Матчи были, ну и, естественно, да, позвал нас всех Евгений Морозов, потому что он, наверное, знает, как футболистов, ну, которые могут защищать, наверное, цвета клуба и показать хороший футбол. Хорошо, давайте вопрос, точнее, ответ нашего телезрителя выслушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Вы футболом увлекаетесь? Как болельщица, быть может? У меня папа очень большой болельщик футбольный. Хорошо. За какую команду, ну или, по крайней мере, за какую страну болеет? За Россию, скажите. За Ватрина Сталин. Отлично, это замечательно. Ну, давайте теперь отвечать на мой такой иностранный вопрос. Этого великого бразильца звали Эдсон Аванти с Ду Насименту. За сборную своей страны он провел 92 матча и забил 77 голов. Неоднократно признавался лучшим футболистом в истории. Кто же это? Да, это Пеле. Это Пеле, действительно. Между прочим, он единственный трехкратный чемпион мира еще. Я вас поздравляю. Вы, конечно же, забираете два билета на концерт Евгения Дятлова в филармонии. 13 декабря вас ждет. Спасибо большое вам за звонок. Так, хорошо. Какие планы-то вообще у вас, как у игроков, дальше с футбольным клубом? Что хотите, каких вершин, не знаю, может быть, достичь? Ну, для начала нужно пробиться, потому что конкуренция будет, я уверен, что будет конкуренция серьезная. В команде Самара. И для начала нужно попасть туда. Для начала нужно заиграть в основном составе, сделать себе имя, чтобы было на слуху, чтобы кто-то знал. И уже отталкиваться от того, как я буду выступать за Самару. Ну, вообще, верите, что не только в Самаре Самара будет играть, но еще и какие-то выездные матчи и так далее. Планы-то есть? Думаем, да. Думаете, да. Поскольку, да, если соберется хороший тренерский состав и все будет организовано, я думаю, можно сплотить коллектив. Да, возможно, это будет не сразу, но я считаю то, что со временем команда сыграется и будет уже выступать на более высоком уровне. Сейчас сколько уже, ну, игроков заявлено, по крайней мере, которые могут побороться? Немного? Ну, наверное, да. Нас пока еще не знакомили. Пока еще вас не знакомили. Вы еще так не знаете. Хорошо, слушайте, это будет интересно узнать. Но в любом случае, я так понимаю, новеньких-то, новичков к себе призываете? Конечно. У вас такого нет, какой-то конкуренции? Потому что нет, все, хватит, нас 11, уйди. Нет? Нет, да нет. На самом деле, конкуренция, она наоборот дает, как, ну, повод заниматься над собой. Опять же, как вы сказали, да, то, что действительно тянутся, то, что здоровая конкуренция, она все-таки двигатель какого-то такого прогресса. Пусть реклама, но мы, в нашем случае, конкуренция двигатель. Хорошо. Так, ну, ребят, есть возможность у вас обратиться к нашим телезрителям, не знаю, к ребятам от 16, а мы увидели и дальше, и раньше. Призвать в команду, позвать, кратко, пожалуйста, Игорь, давайте, не отсиживайтесь. Приходите в народный клуб «Пока Самара», двери для всех открыты, ждем. Дамир, ну, своя очаровательная улыбка вы должны просто-напросто позвать, ну, по крайней мере, чтобы девушки уж точно там своих парней как-нибудь до квама отдали. Ну, я хочу не только пригласить игроков, там, с 16, начиная с 16 лет, а людей, которые будут поддерживать, будут болеть, потому что, на самом деле, поддержка очень нужна, как на поле, так и за пределами поля. То есть, ну, конечно, действительно, болельщики – это тоже неотъемлемая часть команды, я считаю, поэтому здесь тоже необходимо. Знаете, слушайте, и, быть может, совсем скоро мы услышим о вас, какие-то командные шарфы и так далее, все это закупим. Так, вам спасибо большое, что были у нас, желаю, конечно же, удачи, желаю, чтобы вы представляли нашу «Самару» своим футбольным клубом «Самара». Ну, и побед, побед, побед. Спасибо большое. Что ж, с вами была программа «Универсальный формат», я с вами прощаюсь, и, как всегда, желаю всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok